Hello! У меня сегодня праздничное видео, и я хочу, во-первых, от всей души поблагодарить вас за вашу поддержку и за все ваши теплые слова. Огромное спасибо! И, во-вторых, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом! Будьте здоровыми, счастливыми, красивыми и, модное слово, наполненными идеями, целями, желаниями. И пусть всегда у вас будут время и силы все их осуществить. Ich wünsche Ihnen ein glückliches, schönes, gesundes neues Jahr. А сегодня мы с вами печем печеньки. Они называются плätzchen или кексы. Есть еще несколько других названий, но давайте остановимся на этом. Так что пойдемте на кухню печь печенье и заодно выучим несколько слов и выражений. Das ist unser Календарь. Это наш Календарь. Wir warten mit Ungeduld auf das neue Jahr. Мы ждем с нетерпением Нового Года. Heute backen wir плätzchen. Сегодня из печем мы печеньки. Привет! 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 Für unseren Teig benötigen wir 300 Gramm Mehl, 120 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillenzucker, einen Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 120 Gramm Butter und ein Ei. А тут у нас висят слова и выражения, которые дети учат, и мы время от времени их повторяем перед едой. Не обращайте на них внимания. Wir brauchen auch einen Teigroller, ein Sieb und auch Ausstecher. Нам нужны также скалка, siete и формы для печенья. Sie können auch Backpapier benutzen. Вы можете также использовать пекарскую бумагу. Wir schneiden die Butter in kleine Würfel. Мы режем масло на маленькие кубики. Глагол schneiden сильный. Schneiden schnitt geschnitten. In kleine Würfel schneiden. Резать на маленькие кубики. Der Würfel – слово мужского рода кубик. Посмотрите, вот эти игральные кости тоже называются Würfel. И пока Тимур учится резать масло, мы выучим выражение in kleine Würfel schneiden – резать на маленькие кубики. Это как раз то, чем с радостью занимаются большинство женщин 31 декабря. Сначала просеивает Тимур муку. Помните слово das Sieb – Sita? Sieben – это просеивать. Похоже на семь, да? Sieben. Потом добавляет он пекарский порошок, сахар, также и ванильный сахар. Глагол hinzugeben – добавлять. Его три основные формы. Сильный глагол. Его основа – это глагол geben – давать. Geben, gab, gegeben. Запоминаем. Geben, gab, gegeben – давать. А hinzu у нас отделяется, да? Тимур перемешивает все ингредиенты вместе. Зутаты – это ингредиенты. Слово женского рода. Die Zutat. Zum Schluss gibt er auch die Butter und ein Ei hinzu. В конце он также добавляет масло и яйцо. Jetzt verknetet Timur alle Zutaten zu einem glatten Teig. Теперь замешивает Тимур все ингредиенты до однородного теста. Глагол feckneten – замесить. Feckneten. А glatt – можно перевести как гладкий, но в нашем случае больше подходит перевод равномерный. То есть тесто должно быть равномерным. Все должно быть хорошо смешано в нем. Unser teig ist fertig. Наши тесто готовы. Wir kühlen ihn circa eine Stunde im kühlschrank. Kühlschrank – это слово мужского рода, это холодильник. Потому что шранк – это шкаф, а kühl – это прохладный. Получается, холодильник – это такой прохладный шкаф. И нам нужно наше тесто kühlen – охладить. Wir kühlen ihn circa eine Stunde im kühlschrank. Примерно час в холодильнике. Eine bemälte Arbeitsfläche erleichtert unsere Arbeit. Посыпанная мукой рабочая поверхность облегчает нашу работу. Жасмин, помаши мне ручку. А у меня такое большое не бывает. У тебя не бывает? Помаши мне ручкой, Жасмин. Молодец. Молодец, какая умница. Ну, как хорошо у тебя получается. Ой, а тебя, наверное, мама уже учила, да? Да, он у меня очень большой получается. У мамы? Как здорово! Мама тебя научила уже катать? Да. И jetzt können wir den Teig dünn ausrollen und unsere Kekse ausstechen. Теперь можем мы наше тесто тонко раскатать и наши печеньки вырезать. Итак, два глагола здесь с отделяемой приставкой aus. Ausrollen и ausstechen. Ausrollen – раскатывать, ausstechen – вырезать. И глагол ausstechen – это сильный глагол, потому что его основа глагол stechen – колоть или резать. И его три основные формы – stechen, stach, gestochen. Значит, наш глагол ausstechen имеет вот такие три основные формы. Ausstechen – stach, aus – ausgestochen. Вырезать. Поэтому вот эти формы для вырезания печенья называются ausstechen. Ausstechen. АНТРИГУЮЩАНИЕ Петь что-нибудь вместе Приносит так много удовольствия Очень распространенное выражение Приносить удовольствие Выпечка делает счастливым Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Тимур делает печеньки-пуговицы Потому что «ДЕР КНОПФ» Множественное число «ДИ КНОПФЕ» Это пуговицы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Наши печеньки готовы Они хрустящие и вкусные Наши дети не едят разноцветные кондитерские посыпки И поэтому я намазала печенье глазурью Из сахарной пудры и воды И посыпала их обжаренными семечками Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»